Девушки отдыхают Это Найт Лайт Шоу Вечерний Лайк Ребята, а давайте вернемся к теме слов и придумаем что-то свое А это прикольная тема Язык Цуэфа Давайте на слово скучно Я придумал скучнило Это что значит? Ну это типа скучно плюс душнило Правда скучнило Я придумала скучняш Это типа скучно и краш Лера, ну ты хоть Скучалка, это когда скучаешь по качалке Жень, ну а давай теперь ты Скукачечно Это ты откуда взял? А это ты сейчас спросишь У автора этого слова Даши на вечернем плане Привет, привет Привет, привет Присаживайтесь Спасибо, спасибо Ой, Даш Для начала мы бы хотели поговорить про твой трек-клип Скуча чечна Супер, давайте Сижачок Сижачок Да, лично я когда его смотрела У меня такое сложилось впечатление Что это какая-то современная сказка Как вообще пришла идея И расскажи поподробнее про клип Ну собственно такая была концепция Ребята, мы так и загадывали Так и хотелось нам конечно добавить Русских мотивов в наш шоу-биз Но конечно немножко шуточное Я вообще ко всему в жизни отношусь с юмором Поэтому я думаю, что такие вещи Где происходят какие-то расставания Можно иногда даже так обстебывать И назвать ситуацию Когда вы с парнем уже устали друг от друга Сказать, что тебе просто скука чечна от его компании Вот собственно так и получилась песня А клип должен был быть тоже какой-то необычный И мы пришли к тому, что нужно сделать русскую сказку Так вот клип Вы снимали клип в Измайловском Кремле получается, да? В Измайловском Измайлово, не знаю как правильно В Кремле Когда Красная площадь? Слушайте, я бы хотела очень сильно Следующий Но мы так долго согласовывали Измайловский Кремль Что я думаю, с другими объектами будет посложнее На самом деле, когда мы туда приехали Я вообще не знала, что есть такое место Вот мне теперь стыдно за это Потому что я реально не знала Что есть такая красивая местность у нас в Москве Ну и плюс, когда этим заниматься Когда ходить по красотам Мы все время по гастролям ездим Вот И когда мы туда приехали Я такая, все, боже, я хочу здесь Потому что здесь реально замок Я хочу здесь жить Ну реально там просто сказка В которую ты просто попадаешь Все готово, все красиво Но мы столкнулись с рядом проблем Как минимум, потому что там на каждом шагу Есть вот эти все вывески Какие-то рекламные щиты Это все нужно было убирать Согласовывать Очень сложная администрация Да, для клипа Но мы сделали свое Все остались счастливы Получилось прикольно И, если честно, в моменте Реально я ощущала себя той самой Вредной, привередливой принцессой Которая в своем там королевстве Не могла найти свою вторую половинку Ну, естественно, все мы знаем Чем закончится эта сказка Все мы знаем, кто моя вторая половинка И мы не могли по-другому Придумать сюжет Закончить весь клип Мы справились, девочки А мы, кстати, знаем, что Ты сама снимаешь свои клипы Почему ты решила так сделать Что без режиссера Без всего этого Нет, это не совсем правильно Не совсем так У нас с Витей Витя Расса У нас свой продакшн Расса продакшн Который мы создали И собрали команду Очень больших профессионалов А, вы сами создали У нас все люди Которые участвуют в продакшн Это большие профессионалы Которые работают на телевидении Снимают клипы другим артистам И, собственно, почему мы к этому пришли Потому что, когда ты долго Уже находишься в сфере шоу-бизнеса И начинаешь периодически снимать клипы Ты сталкиваешься с тем, что Идеи, которые тебе предлагают Тебе не нравятся Например, их реализовывают Не так, как ты хочешь И когда ты такой думаешь Блин, хочешь сделать что-то хорошо Сделай это сам Плюс Витя, он настолько живет этим всем Что он умеет делать все От монтажа, цветокоррекции, графики Он сам это умеет делать Да, он все это умеет делать А откуда? Не знаю Этот человечек может зайти на ютуб Посмотреть видео И научиться, понимаете? Я вот так не могу Он рожден для этого Как раз, кстати, насчет Вити Вот как вы вообще совмещаете Сольную карьеру и, получается, команду? То есть, что стоит в приоритете? Либо нет вообще приоритетов И все идет поровну Вот сложно ли совмещать Личную жизнь и карьеру? Ну, я думаю, что уже Вся страна за нами наблюдает Сколько, наверное, сколько нам уже лет шесть С личной жизнью вопросов нет То есть, это очень комфортно Это классно Вам всем советую, девочки Находите себе вторую половинку Которая будет жить с вами Одной жизнью Одним делом Когда вы горите этим вместе Вы создаете что-то общее Тогда вы смотрите в одну сторону Но это моя философия И философия нашей семьи Вот Поэтому у нас, наоборот, это только объединяет И если мы где-то, например, начинаем Там ругаться, спорить Мы знаем, что у нас сегодня концерт И в любом случае нам придется с ним Встретиться вечером на сцене Я могу обижаться, дуться Но на концерт я пойду В любом случае Там мы уже пересекаемся в гримерке Тут мы где-то пошутили Там уже все прошло И как бы не бывает даже вот этих ссор Типа три дня обид Ну, что-то невозможно А вот еще такой вопросик Вашей дочке уже три года Вот Как, то есть, родительство Какой опыт вы отметили с размахом день рождения То есть, как это было Ну, вот эти эмоции Что-нибудь как-то поподробнее хочется узнать Как мы совмещаем наше все-таки материнство Отцовство с нашим творчеством Я не знаю, мне кажется Мне кажется, мы еще сами дети в чем-то И где-то мы кайфуем вместе с ней Вот это мероприятие, там, день рождения Многие говорили Зачем ребенку там три года? Для чего там создавать такой банкет? Такой праздник? Фигня это все Ну, лично я тоже вот кайфую от этого даже больше Чем от собственного дня рождения Поэтому, ну, посмотрите Все, больше ничего не надо Да, да, да Ну, то есть, главное всегда в себе находить эту детскую энергию Чтобы с кайфом праздновать дни рождения Чтобы с кайфом снимать ролики Чтобы с кайфом создавать песни Иначе для чего мы вообще созданы артисты? Мы же созданы для того, чтобы веселить людей Помогать им Чтобы они переживали свои какие-то трудные моменты Хорошие, плохие вместе с нами А если мы превратимся в каких-то кирпичей бесчувственных Что мы тогда сможем дать людям? Да Да, все верно Смотри, вот под твой трек снято очень много видео Да А вот насколько ты хорошо знаешь вообще все эти видео, под которые снят твой трек? Если честно, обычно, когда выставляешь сниппет трека Ты сначала очень сильно следишь Ну, как бы, как вот люди снимают Каждое видео А потом становится слишком много А потом становится много уже, да И ты все равно, конечно, стараешься там кого-то отмечать Выставлять, кто особенно талантливо снял Это, конечно, очень большая такая работа И я очень благодарна людям, которые это делают Но прям все я не могу увидеть Потому что еще разные есть соцсети Ну, это понятно, слишком много И ты не успеваешь за всеми следить Но если какое-то видео реально классное Это обязательно фан-паблики запостят Это обязательно кто-нибудь репостит, отметит меня Поэтому оно все равно рано или поздно доходит до артиста До любого Поэтому если вы думаете, что кто-то не смотрит сториз, мои хорошие Что кто-то не следит из артистов Это все неправда Каждый артист читает личку, смотрит все видосы Просто кто-то поддерживает своих фанатов, своих слушателей Кто-то, ну, остается нейтральным Вот Ну, а сейчас, Даш, мы и проверим Хорошо ли ты их знаешь с помощью нашего челленджа Челлендж «Потереби мое сердечко» Итак, мы продолжаем шоу «Вечерний лайк» И у нас челлендж «Потереби мое сердечко» Смотри, здесь на экране будут появляться пять Тут всего будет пять видео Они все будут без звука Супер И твоя задача угадать, какое видео снято под твой трек Смотри, тут есть два бабла Это скукачечно, это значит не снято под твой трек Так «Веселищно под твой трек» Супер Держи Показывай туда, да? Да, да, да Давайте Чтобы видно было Сейчас мы посмотрим, насколько вы знаете свою аудиторию Да, да Так, надо запомнить, где что Смотрим видео номер один Так А что, что еще? Нам тоже, нам тоже Я уже поняла Стоп, вы Я знаю это видео Да, я видел его Я видел эту девочку, она классно снимает Привет ей передаю Обалдеть, обалдеть А говорил они все, знаешь Ну, вот давайте проверим Ну, надо проверить Я даже, по-моему, выставляла ее к себе в сторис Если не ошибаюсь Давайте проверим на всякий случай Пока идем очень уверенно Супер Теперь второе видео Второе видосе Ну Разве Этого я не знаю Ну, может по биту По биту По биту По биту По биту двигается очень хорошо Очень хорошо, да Ну, если бы это было мое Скорее всего, второй попугай бы тоже танцевал Да Все бы тогда танцевали Ну что Мы сейчас это и проверим Сейчас проверим Да Да, угадала Правильно, молодец Поздравляем Следующее видео Уже третий видос Пока все правильные Да, и все правильные Так Так, ну это точно нет Опа Это челлендж Это что это такое он делает? Это сейчас новый тренд Называется Слетбэк, по-моему Подождите Это какая-то мистика Так скукочечная или вечеречная? Ну я думаю, что это скукочечная Это мое Я бы такое точно заметила Это какая-то магия Что он летал Что-ли на земле? Это сейчас такой тренд Да, такой танец А как они это делают? Ну, они как-то Это, короче, иллюзия Ногами создается Якобы он до пола не докасается На самом деле он каждый раз То есть Вау Я хочу научиться Давайте так Танец веселечный Но сам звук скукотечный Ну, немой, да Проверяем Проверяем Супер, проверяем Так Проверяем Я хочу, чтобы он снял под мой трек Пожалуйста, можно? Уже с ним Сниму слышно Пожалуйста Сниму слышно Сниму слышно Давайте следующее видео Так, предпоследнее у нас Это, по-моему, Дая Ангел Какая красивая А нет, какой-то бог Так, ну я тоже думаю, что это моя девочка Реально? Да А, ну, во-первых, смотрите Веселечное Это веселечное Во-первых, да Во-вторых, платочек русский Это после трека Люли Да, да, да Это точно что-то от трека Люли Ну, скорее всего, это все-таки скукачечная песня Но, во-первых, еще девочка очень красивая Красивые девочки всегда снимают под мои звуки, правда Обязательно Это правда Давайте проверим О-о-о-о Это, извините, бог Да, да, да Ну, вот под скукачечный Почему бы и нет Почему бы и нет Поехали О-май-гарвел Настал час разборок, дед О-май-гарвел Ну... 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 Да? Ты угадал? Просто... Стойте, стойте, стойте Последний А, еще один? Да, да, да Ну, тут надо угадать Ты точно Надеюсь, надо будет заработать все баллы Ну, по-моему, первый раз такое будет, что все баллы заработать Да Так, это что-то вообще непонятное А там играет музыка? Да, да, да Он звук выглядит, но вот такое видео Ну, трактор хороший Трактор, да Может быть там по полям, по полям, синий трактор мчится к нам Веселечный или скукачечный? Я думаю, скукачечный Проверим Проверим Потому что все это только один не угадали Да Это очень круто Это очень круто Это было весело Милана, а твоя мама знает о твоих планах на вечер? Ну, думаю, нет, я ей не рассказывала Ладно, Давид, а твоя мама знает о твоих планах на завтрак? Я вообще сам ничего не знаю Ой, Лера, ну а твоя мама знает твои планы на жизнь? О, Жень, это вряд ли Ну, тогда у нас сейчас в студии группа, чьи мамы точно знают все о планах, ребят Добро! Добро! Встречайте! Добро на вечерном лайде! У-у-у-у-у! Очкалы! Здорово, ребят, здорово, здорово Привет Присаживайтесь, присаживайтесь Привет, привет Садитесь Вот сюда и сюда можно присесть Мы сейчас подвинемся Спасибо А я сюда? Да Отличненько Все, всем удобненько Все хорошо, Ачка, все хорошо Что, ребят, как дела? У нас отлично. Было круто. У вас недавно состоялся огромный концерт. Расскажите, как все было вообще, как все прошло. Мы очень долго готовились, придумывали с братом графику, с нашим художником по свету просто очень много времени проводили для того, чтобы каждый удар в песне, ударных барабанов, не знаю, каждая нотка была отработана. И вчера, когда ты видишь, как это все реализовалось на сцене со всем этим огромным масштабом, ты думаешь, да, ничего себе, вот эта вся работа, как приятно осознавать, что она воплощается. А это самый масштабный сольник в вашей группе? На данный момент, да, это самый большой наш концерт. Сольный. Сольный, да. Поздравляем. Поздравляем. Очень круто. У вас еще недавно вышел трек «Два крыла», и там был камерный оркестр. Вот как вам пришла идея сделать такой трек, чтобы там был еще оркестр? Мы придумали песню. Это же целый альбом. Да. Да, мы придумали песню «Два крыла под гитару» изначально, но потом начали думать над ее звучанием и тем, что может дополнить настроение, которое есть в песне. Просто да, когда играешь под гитару, ты понимаешь, что в ней гораздо больше энергии, там просто некие эмоции, которые нельзя просто передать через гитару. Мы поняли, что вот как раз оркестр, он сможет воплотить вот что-то такое величественное, грандиозное, и мы даже записали... Чтобы передать ей чувства. Да, да, да. Там смешение стилей, там есть и дабстеп, там есть электрогитара, и все это так сочеталось, вот так сложилось удачно. У нас уже есть опыт работы с оркестром, мы выпускали на виниле альбом «Юность», «Делюкс-версию», где были песни, сыгранные с оркестром, поэтому для нас это уже сейчас было такое. Ну, песни — это безумно круто. Но, ребят, как вы относитесь к инфоповодам? Если инфоповоды про нас, да, то мне очень нравится, когда о нас говорят наши дела. Как раз, как раз есть такой инфоповод, что ваши фанаты нарисовали граффити, посвященное вам в четырех городах. Да. Я думаю, что пока в четырех городах. Что вы думаете насчет этого, и какие эмоции это вам приносит? Первое граффити появилось в день рождения брата. Мы приехали с концертов в Казань, и нас возле аэропорта встречает фантусовка, человек 10-15. И они вручают брату подарок, на котором есть QR-код, по которому открывается карта, и нужно найти некое место, непонятно для чего, что-то найти. Квест такой. Как квест, да, устроили. Было очень интересно, было очень классно оформлено, и ребята были не только местные, не только казанские. Приехали для того, чтобы встретить нас. Других городов. Да, да, это было очень приятно. Мы поехали, это место было скейт-парк, одно из наших любимых мест в Казани, где мы, наверное, больше всего проводим времени. В темпе, когда гуляем. Скейт-то катаете? Да, да. Катаемся, просто гуляем, общаемся очень. Многих знаем ребят из тусовки экстремальной. Ну и было суперудивление, когда увидели граффити, просто это было неожиданно. Там какие-то просто гигантские работы. Семь метров, девять метров. Да, да. Это большой труд. Да, большая картина. Вот я вижу, здесь показывают. Да, да, да. Тут скидки показали. Хочется передать привет всем, кто вот так заморачивается, делает эскизы. Это здесь лого, а есть граффити, где наши портреты. Просто нереально, это прям творчество. Это, да, спасибо. Вас прям нарисовали. Да, да, если вам покажут здесь, то вы увидите. Если нет, то обязательно зацепите. О, офигеть, какой огромный. Но, кстати, по фото не так даже, наверное, понятно. По-моему, тут 4 метра высота. Это мост какой-то. И 8 метров. Представляете, как это приятно? Спасибо всем, кто вот так вот проявляет свою любовь. Еще, кстати, у нас в стране появилось официальное движение «Выезд за добро». То есть это ваши фанаты, которые ездят за вами по разным городам. И вы сделали им сюрприз в Питере. Расскажите, как это было? Вы всегда настолько близко с аудиторией граффити. Да, вы всегда настолько так близки. Как это было? Расскажите эмоции. Это было после концерта нашего в Питере. Мы в ответ, наверное, на их сюрпризы, и вот их такую отдачу решили сделать со своей стороны сюрприз. Узнали, где ребята остановятся для автопати. А, автопати после концерта. Да, они остановились. И мы приехали, и ровно на часах 0-0. 0-0, на часах 0-0, ребята. Там просто все удивились, никто не ожидал. Мы посидели, попели песен под гитару, попили чай, пообщались. Не, круто, потому что надо всегда быть на дружеской волне. Это ребята близкие по духу, потому что они слушают нашу музыку, значит, они с теми же вкусами, взглядами. Надо быть открытым, мне кажется, к новым знакомствам, к новым поворотам жизни. Это новые эмоции, а эмоции – это новые песни. Любите людей, любите песни. Классно, классно. Нет, да, у вас очень преданная аудитория, и она постоянно как бы вас поддерживает. Она слушает ваши песни, по городам за вами ездит. Граффити. Граффити, да, рисует. Но также интересно, насколько вы знаете свой путь, помните ли вы его. И хотим это проверить в нашем челлендже «Не прячь добро». Ну что, ребята, мы продолжаем нашу тусовочку в вечерний лайк. И у нас сейчас челлендж «Не прячь добро». Все очень просто. У нас на экранчике будут появляться фотографии. На фотографиях одна часть будет, так сказать, зафотошоплена. И вам нужно будет угадать, что скрывается за этой фотошопленной частью. Вот, давайте прямо сейчас попробуем, да? Нам кажется, что мы знаем свой путь. Да, проверим, как вы знаете свой путь. Давайте, первую фоточку, поехали. Ой, ну здесь классный фигатор. Мне кажется, здесь будет легко. Но там слон, явно. Самолет. Там песик, которого мы встретили на нашем пути. Там две собаки. Да, да. Но столько, знаете, подробностей. Да, конечно. Я думаю, что они тоже братья. Даже так. Так, это окончательный ответ. Это точно. Смотрим. Псы, братья. Одна. Ну, нет, угадали, угадали. Собачка была. Дело в том, что там было две собаки. Это кадр сделан во время съемок клипа. Мне не страшно. В клипе вы увидите, что их там две. Я не знал, что конкретно на этом кадре одна. И для меня было очень символично, что мы встретили двух собак одинаковых. Ну, я думаю, что они братья. Я думаю, они тоже обрадовались. Я думаю, что это встретили. Ну, тем не менее, у вас плюс балл. Мы засчитываем. Давайте следующую фоточку. Что-нибудь нам посложнее. Посложнее бы. Ай, блин. И вообще не сложно. Я там показывал. Да, вот, как раз как. А, реально? Да нет. Да нет, конечно. Я поверила. Молодец. А зачем оригинал ставили? Я держу на плече магнитофон кассетный. Кстати, мы тогда для клипа специально записали на кассету наши треки. Просто это по факту не особо нужно было, но просто нам для вайба, чтобы у нас кассеты... Захотелось. Да, это вайба. Может быть, как-нибудь мы к вам зайдем с этим магнитофоном и с кассетой послушаем. С радостью. На кассетах слушали? Конечно. Я слушал, я слушал. Все, класс. И добро послушайте. Там магнитофон. Слушаем обязательно. Давайте правильный ответ. Правильную фоточку. Это было. Я не угадал. Послушайте, это тоже неплохо. Это тоже неплохо, да? Ну так и было. Это как раз таки без фотошопа, ребят. А без фотошопа, я думаю, там действительно магнитофон. А нет, там будет вечерний лайк-лайк. Это будет без фотошопа. Давайте следующую, следующую картиночку. Так, что-то вообще здесь непонятно. Как будто полфе. Наверное, комар находится. Может, там медведь? Смотрите, сзади лес. Нет, медведь Михаил справа. Мы его видим. Это я. Но, кстати, вы смотрите вниз, наверняка вы смотрите на какое-то животное. Вряд ли вы... Ты, наверное, смотришь, как... Да, на что-то ест. Лошадь, наверное, на что-то ест. Ну, по-моему, там тоже две. Лошади? Я тоже, кстати. А ты на кого? Может, их какое-то дело? Ну, конечно, это же их фотографии. Их путь, они его помнят. Ну, проверяем? Давайте, поехали, поехали. Ну, угадали! Можно защитовать! Ура! Угадали! Ребята, вы все верили. Ну, угадали же. Давайте следующую фоточку. Опа. Очки. Ну, тут надо что-то подставить. Я помню. Что там? Зеркало? Точно! Зеркало – это хорошо. Знаете, на самом деле, сколько времени мы проводили когда-то, еще в школьное время, репетиции вот так вот напротив зеркала? Это очень классно, очень много. Это очень классно, ну, классный опыт. Тренироваться? Да, да, в целом репетировать, знать, как ты выглядишь. Знать, как тебе двигаться, как держать микрофон. Перед зеркалом, да, это очень круто, мне нравится. Это еще собраться надо, чтобы сидеть. Так, ну, вы при фотошопе или там, допустим, мы поем, и там сидит только Бузова, слушает нас. Да. Это кончательный вариант. Давайте посмотрим. Ну, тут почти Олика Бузова. Ну, тут как будто засчитано, честно. Ну, слушайте, засчитываем. Засчитываем, засчитываем. Все, хорошо, было, было, было. Просто Ольга Бузова сидела за кадром и слушала, как мы поем. Да, да, да. Мы угадали, давайте еще фоточку. Еще есть? Да, два, еще. Да, еще, у нас вот это предпоследнее и еще одна будет. Самовар. Там точно стоит самовар. Самовар. Ну, как будто бы наши редакторы не настолько... Настолько, настолько. Настолько простые? Хорошо, давайте сразу проверим. Это, кстати, реальный кадр, по-моему. Типика, реальный самовар, вы угадали. Теперь уже у меня тоже к ним есть вопросы, ребята. Это тоже наши фаны, мы на съемках клипа. Давай запоем этот кадр. Так, давайте все, последнюю уже фоточку. У вас уже очень много баллов, вы много чего угадываете. Поехали, сейчас нужно отгадать. Кто ж там может быть при фотошопе? Тоже? Или, может быть, что же? Если мы с скейтом, то-то-то-то. А может, там просто ящик и все? Я даже не помню, что там было. Там просто оборудование стояло. Логотип вечернего лайка, пускай там будет. Он красиво так, в принципе, выглядит. Ну все, давайте проверим, давайте проверим. Проверим, базарно. Что? Коробка. Коробка, ну не отгадали, но, Тим. А в ней логотип вечернего лайка. Тим, да, спасибо. С вами была Ангела Анна Некрасова, Женя Лизугуб, Давид Туров и Лера Симко. Это было Найт Лайт Шоу «Вечерний лайк». Встретимся на следующей неделе и... Готовьте свои лайки! Спасибо, Ангела Анна Некрасова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!